Айрад Равилевич, добрый день. Здравствуйте. Давайте для начала обозначим масштабы проблемы. Выросло ли количество несовершеннолетних на мототранспорте и количество аварий с ними? Безусловно, количество несовершеннолетних на так называемых новомодных питбайках, водоциклах в текущем году возросло. К тому примеры количества дорожно-транспортных происшествий, которые мы фиксируем с участием несовершеннолетних. В текущем году в 16 дорожно-транспортных происшествий погиб один ребенок и 18 получили ранее различной степени тяжести. При этом аварийность осталась на уровне прошлого года и это достигнуто благодаря только активной профилактической работе как госавтоинспекции, так и гражданам, которые обращаются в госавтоинспекцию с данной проблематикой. В чем основные причины аварий с подростками на питбайках? Основная причина аварийности подростков на питбайках это пренебрежение действующему законодательству, когда они не достигнут в 16 лет и не имея на то права управления садятся за руль питбайков. И основная проблема, что это позволяет им родители прежде всего. Кто несет ответственность за несовершеннолетних на двухколесном транспорте? В рамках действующего законодательства до 16 лет за подобные правонарушения несут ответственность родители. После 16 лет уже привлекаются непосредственно дети к административной ответственности. Как ГИБДД сегодня борется с этой проблемой и есть ли, может быть, новые инициативы в этой сфере? Госавтоинспекция республики постоянно ведет профилактическую работу путем выставления соответствующих экипажей как на мотоциклах, так и на патрульных автомобилях. Управление госавтоинспекции в инициативном порядке создало соответствующую группу, куда вошли сотрудники госавтоинспекции и активисты мотосообщества, для того, чтобы каким-то образом влиять на эту проблематику. Кроме того, в данную группу вошли и представители торговых организаций, когда перед продажей подобной техники проходит соответствующий инструктаж и рекомендации. Кроме того, Управление госавтоинспекции всегда рекомендует не пренебрегать пассивной безопасностью, такой как шлем и амуниция. Спасибо большое. Все хорошо. Безопасных дорог.